Монах читает Иисусову молитву двухтысячный раз и говорит себе, пошел на рекорд. В этот момент он, не то чтобы он все перечеркивает, это не так, он тем не менее, может это провелькнула мысль такая, или все перечеркнул. Ты не досказал, ты ничего не сказал про самоиронию, что-то он себе говорит самоиронию. Я думаю, что это понятно. Ну а как это можно сказать себе? Вот читая молитву двухтысячный раз, во-первых, как это может мысли не возникнуть по поводу того, что пошел на рекорд, она просто сама собой может возникнуть. Это означает, что ты не сумелся заточиться на молитве и ускользнул, что мысль начала сама по себе двигаться в каком-то направлении другом, то есть отвлекся. Не, ну может быть ты как бы, ну понятно, но на самом деле человек же, у него как бы оптика такая, он смотрит сразу с нескольких точек зрения. Он же как бы и там, и внутри, и снаружи, он как бы и проживает действие, и со стороны наблюдает за тем, как проживает. Вот я и хотел об этом сказать. Он сложнее, чем просто как бы. Я хотел сказать, что рефлексивность на самом деле, даже если взять Достоевского, да, всегда у Достоевского, понимаете, рефлексивность в дьявольском смысле. Как это своего рода, у него есть усиленное сознание, да, в записках из мертвого дома. Не, не записках из мертвого дома, а в подпольном человеке. Человек из подполья. Ой, обожаю эту штуку. Ну, тем не менее, там, этот персонаж-то, который главный, да, который постоянно рефлексирует усиленное сознание, он ведь говорит сейчас… Усиленно… как это? Усиленное сознание. Тебе, подожди, усиленно сознающая мышь, вот так вот… Ну, неважно, свой вопрос состоит, что он считает, что это болезнь, да, что усиленно сознание – это болезнь, и на самом деле это некая… С точки зрения, если мы говорим о христианстве, это нечто сатанинское, наоборот, что… И даже если брать, опять же, исследования, допустим, Наговицына, там, Игоря Данилова, да, по поводу Достоевского, у них же тоже так же получается, что вот это вот состояние усиленно сознания – это своего рода форма небытия. В отличие от формы бытия, от непосредственной деятельности – это форма бытия, как бы усиленное сознание, вот эта рефлексия – это форма небытия. А теперь просто… Опять же, сначала для того, чтобы все-таки поговорить о смехе, да, надо сначала как бы высказать все виды смеха, смех тоже бывает разный. Например, есть, допустим, смех такой смех, как то, что называется улыбка, да, Ну, радостный смех, скажем так, то есть просто как выражение радости. Радостный смех бывает, да, бывает, мы можем в такие оттенки, как добрый смех, злой смех, там, злорадство есть, да, там, допустим. Ага. А если, допустим… Подробнее, мне кажется, тут надо. Вот смотри, есть радостный смех, когда ты… Ну, конкретно, вот… Именно плохом, плохое тебя радует… Нет, ну не так, ты прямолинейно все это… Да, 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 но есть еще… Есть еще… Нет предметы, да. Иронический смех, то есть… И тут же предмет этой иронии может быть разный. С одной стороны, очень… Ну, я, например, очень ценю, когда человек способен на иронию, на самоиронию, когда он может снимать пафос и находить смешное вот в таких разных житейских вещах. И мне… Да. Да, было-то все. Тем самым их развенчиваю. Ну, просто есть вещи, которые можно развенчивать, а есть вещи, которые ты, если пытаешься развенчивать и смеешься над ними, то тут что-то происходит не то. Вот. И вот тут проходит граница смеха, за которой начинается уже что-то плохое. То есть, как бы, просто не над всеми вещами, получается, смеяться можно. Есть вещи, от которыми нужно смеяться. Вот нужно обязательно смеяться, чтобы как-то не… Не зайти… Не зайти в своем серьезном отношении к чему-то за грань. Потому что серьезно тоже до определенной степени можно ко всему относиться. Как… Чтобы это не значило в жизни. Вот. А ирония, она помогает, ну, не знаю, снизить… Ну, не гордиться, что ли. Здравствуйте, что-то хорошо получается. А ты над собой посмеялся и тем самым, ну, как-то сгладил, что ли. Ну, если взять и, допустим, такой, как ты говоришь, модус, как ирония, то… Самым главным ироником, как известно, является Сократ. Но, вообще-то, Сократ во всех этих диалогах выглядит не тем человеком, который, да, себя умоляет, а наоборот. Выглядит своего рода… Я бы не сказала, что Сократ у нас такой ироник. Ну, вообще-то, это считается, что ирония – это метод Сократа. Ты считаешь… Да. Ты объясни тогда, почему это так. В чем суть состоит? Что Сократ сначала, в начале первого диалога говорит, что вот он не сведущий, да, он не знающий, да. Он ничего не знает, а ты вот такой вот у нас специалист, типософист, там всеми известный, ты нам что-то типа объяснишь. А потом в процессе диалоги выясняется вдруг, что и этот знаток тоже ничего не знает. А ирония-то в чем? Ирония состоит… В чем ирония состоит? Ирония состоит в том, что, как бы, получается, что Сократ как бы надсмеялся, да, и, несмотря на то, что он ничего не знает, он показывает, что и другой тоже ничего не знает. Я, почему-то, не могу это иронией назвать. В нашем современном смысле. Ну, Пещерок, давайте так, давайте подойдем вообще с другой стороны. Ну, только откуда смех-то возникать, да? Смешно нам, когда мы сталкиваемся, как правило, с абсурдом некоторым. Когда мы сталкиваемся с чем-то, что, сколько-то бессмыслица и абсурдом. Вот, когда, допустим, взяли одни понятия, смешали с какими-то другими, две сферы столкнули, не пересекающиеся, и это породило какой-то абсурд. Вот, допустим, божественную сферу и там, не знаю, и соревновательную, там пошел на рекорд или там еще что-то. Вот из состояния абсурда возникает смех. То есть, как бы, мозг сталкивается с абсурдом, не знает, как с ним обойтись, и человеку становится смешно. Так вот, почему, как бы, это хорошо для мозга? Потому что это и есть момент переживания свободы. Вот это вот переживание абсурда, это одновременное переживание свободы. И смех в этом плане освобождает. Вот что я хотел сказать. Я сразу скажу, все, а потом могу уже дальше молчать. Ну просто, каждый раз у вас смех почему-то связан с предметом. А абсурд какой-то, положение вещей, какая разница? Причем, мысль какая-то, вот ты же что-то высказываешь, смех же все-таки, бывает радостный смех действительно. Нет, смех выражает твое отношение к чему-либо. Так получается? И смех различный это просто есть различные способы отношения. Нет, смех это как бы, это все таки не отношения, а это. Нет, выражает отношения. Ты посмеялся, на чем-то, на себе virtue. Да нет, нет. А что это? Да ну как? Ну, тебе анекдот рассказали, ты над чем-то посмеялся, над ситуацией и над чем. Да ни над чем, тебе просто стало смешно, как бы, ну-то. Ты можешь обидеться, тебе рассказали анекдот, а ты обиделся. Рассказали анекдот про евреи, а ты еврей. могут стать между на самом деле даже меня удивляете вы просто пытаетесь смех взять вот в обыденном повседневности как он разлита как бы так очевидным образом перед нами кажется все просто так вот мы смеемся тогда-то там и можно там действительно какие-то на какие-то примеры разбить и все просто ну хорошо а ты приведи вот я содержательно дал определение что когда возникает смех когда наш разум двигаясь так сказать от мысли к мысли вдруг сталкивается с абсурдом если посмотришь на все анекдоты которые существуют они построены именно так человека подводят к некой абсурдной ситуации к абсурдному высказыванию к абсурдному положению вещей как бы подножку разуму подножку разум создаю определение лучше чем у софии потому что софия вообще получается есть хороший смех по поводу хорошего это более близ ближе конечно да потому что сверху это не все что я сказал я сказал что это почему смех как бы у допустим у каких-нибудь буддистов или еще у кого-то там может быть не просто там хорошие вещи а как бы важные вещи потому что в этот момент как бы мы еще происходит некое освобождение это как кааны да то есть мы как бы переживаем некую свободу даже как бы свободу в плане там как бы мы даже свободно становится свободно относительно даже истины вот так можно даже так сказать поможешь еще один вещах дружбе это еще чтобы смотреть набирать то есть oluyor как Intelleco respondent policyki в свободном относлить ничего не быть надо обязател на публику по сметам нет если ты свободного тактики надо до Milli квураal в свободном отношении на чего то там можно стать еще что то сделать там и так далее Относительно своих страхов, победить их или каких-нибудь страстей. А как ты станешь свободным относительно истины? Есть истинные утверждения? Закон природы есть? Или просто какое-то утверждение, которое Бог благостит. Проблема состоит в том, что ты можешь жить, как твоя свобода совмещается с истиной. А вот она совмещается так, что ты можешь освободиться абсурдом и смехом. Я просто хотел сказать, что смех никак не связан конкретно с освобождением. Хотя он и может проявляться в освобождении. Никак с освобождением он не связан. Более того, что как раз в христианстве оно первое задумывалось об абсурде. Известно высказывание Тертулиана, которое ему приписывают. На самом деле он не говорит, ибо нелепо, ибо абсурдно. Там же кредо это, ибо абсурдность. Понимаешь, то есть там, как я забыл, там, кве абсурдность, по-моему, там. Так суть вопроса состоит в том, что там именно идет речь об абсурде, и тем не менее смех является чем-то неприличным в христианстве. В принципе, вытесняется и в этом немонажестве. Именно потому, что он слишком свободный. Дело не в этом. Дело в том состоит, что смех противоречит некого рода серьезности. Вот есть некая серьезность. Если посмотреть на христианство, то христианство лучше описывать в черно-белых тонах. Потому что там нет красок. Там скорее некая серьезная жизнь. Ну, это хорошо. Пускай это мое мнение. Но тем не менее, в отличие, допустим, от китайской философии, да, и там, буддийской философии, где смех все-таки занимает центральное место, да, вот есть существенное противоположность между смехом и некого рода другим состоянием серьезности. Так, в чем тут дело? Дело просто в том, что смех есть всегда рефлексия. То есть смех – это всегда нечто, замыкающее внутрь нашей сферы субъективности. Смех – это субъективное. Если мы будем, если мы все-таки пытаемся к Богу отнестись, да, то есть если мы пытаемся вырваться из своей замкнутости, да, вот из сферы внутренней тождественности самому себе, да, то есть из сферы медитации, как мы говорили, да, а если мы пытаемся все-таки молитвенно к чему-то относиться, к чему-то другому, то мы не можем там выйти к этому другому, вот такие кривляющиеся и смеющиеся, да, вот такие прямо рефлектирующие, мы выходим туда серьезно, это совсем другое состояние. И если как бы действительно восточная философия, она вот учит о том, что многие, и в Каанах это проявляется, и в примерах всякого рода, да, там, художественных, о том, как там достигается истина, и часто она достигается именно в смехе. Ну и, в принципе, для нас представление о китайском мудреце, это какой-то, допустим, о буддийском мудреце, смеющийся такой, да, такой, вот, достаточно китайский фильм, ну, посмотри, да, там, как там, кто такие там мудрецы, даже не вдаваясь в литературу. Ну, в любом смысле, что для нас китайский философ, это смеющийся философ. А все-таки, если мы берем ли это нашу литературу крестьянскую, то там вообще смеха нигде нет. Более того, вот, если имя Розы, это фильм. Ну, очень христианский, конечно, да, вот, вот, христианский насквозь. Софья, не надо путать свое желание христианстве с тем, как христианство, на самом деле, само себя конституирует. На самом деле, фильм исключительно христианский, и то, что там трактат Аристотеля о смехе, именно, что он был там в каком-то там, своего рода книжном аду, да, и что к нему не было доступа и прочее, это, на самом деле, так и должно быть. Христианский принцип вытесняет смех. Почему вытесняет? Потому что оно относится к личности Бога, перед которым наш смех просто недопустим. Мы не можем смеяться перед лицом Бога. Вот представь себе, допустим, сидит личственный царь. Ты не можешь с комарохом перед царем явиться. Да, даже перед царем, уж не говоря уже перед Богом. То есть, на самом деле, смех просто недопустим в определенных ситуациях. Он допустим среди равных. Он допустим в отношении подчиненных, да, может быть. Он допустим в отношении тебя самого. Ты что-то сделал, а не получилось у тебя, и ты над собой посмеялся. Это все допустимо. Но все эти примеры, они указывают на то, что все-таки смех – это сфера субъективности, это сфера внутренней нашего дела. То есть, смех – это нечто, что характеризует нас. Это субъективное. Но ни в коем случае это не религиозное. И тут еще хороший пример, опять же, вот я уже упоминал про Ницше, да, что Ницше считал, что философскую отдаленность можно мерить по отношению философа к смеху. Да, и опять же вспомнить, что он был именно… И он, именно он написал произведение «Антихристианин», именно он там свои проклятия там в отношении христианства там кидал, да, там. Именно он издевался там над всеми ценностями, да, которые вот до сих пор считались ценными. У него там было там молото, ударики молота по старым ценностям, да, там переоценка всех ценностей и прочее, и прочее. С другой стороны, из этого не следует, конечно, что ведь смех является чем-то негативным. Даже если она в христианстве конкретно выступает в этом модусе, то тем не менее мы понимаем, конечно, что смех, вот как Антон говорил правильно, да, что она позволяет нам как бы отнестись к ситуации. Но все равно это некое субъективное дело. Потому что мы можем отнестись к ситуации со смехом, а можем отнестись к ситуации там серьезно, а можем там, например, озлиться, а можем там еще как-то там, например, обидеться, или еще что-нибудь такое с нами может случиться. Просто различные модусы, какие мы можем относиться к кому-нибудь. Допустим, если ты обиделся, да, на ситуацию, как ты выражаешься, ты все равно остаешь ее заложником. Ты не свободен от нас с ней. Если ты там ничего, что-то, ты все равно остаешься не свободен от нас с ней. А если смеешься над этой ситуацией, то ты как бы одновременно и в ней присутствуешь, и как бы действуешь в ней, и одновременно свободен от нее вот что. В какой-то мере, по крайней мере. Мне кажется, ты как бы прямолинейно, опять же, стремляешь как бы рефлексию и отношения в виде какой-то эмоции, или в виде какой-то там аффекта. У нас есть рефлексии, и мы в рефлексии становимся свободными, а то, что эта рефлексия сопровождается эмоцией, допустим, смехом, это уже просто некое дополнение. Нет, тут не рефлексия, не столько рефлексия. Мы в рефлексии свободными становимся. Я как бы свободу отчитываю вот от этого абсурда, а не от рефлексии. Ну, то есть, получается, что мы свободными становимся только в смехе. Нам надо постоянно, чтобы свободными быть, ходить и хохотать. Что так? Нет, нет, ну, свободных в каких-то там, не знаю, в рассуждениях, что ли. Ну, я же еще раз говорю. Мы с вами освобождаемся от любого рефлексия. Тебя мысль принуждает или не принуждает тебя мысль? Мысль? Может принуждать, но я все равно могу к ней отнестись. Я рефлетирую тебе могу там. Но если она правильная, как ты будешь ее рефлектировать? Ну, как рефлектировать? Обычным образом, невозмутимо, без всякой эмоции. Эмоция – это нечто, что может быть, а что может не быть. Почему она должна обязательно быть? Да, почему эмоция? Смех – это не эмоция. Еще раз. Мне кажется, что смех – это эмоция. Ну, переживание абсурда. Вот еще раз. Это же как маленький коллапс в мозгу. Вот как я представляю себе. То, что там мы смеемся при этом, то, что мы при этом какие-то звуки издаем, это все не важно. Важно, что там короткое замыкание в мозгу происходит. И оно переживается как-то вот очень интересно. То есть это, ну, как какой-то сбой системы. Понимаешь, там Windows. У него какая-то ошибка возникает. Вот что интересно. Это никакая не эмоция. Это сбой. Я это не очень понимаю. Я не очень понимаю, с той стороны, какая бы ни была, можно абсурдную мысль просто высказать, когда даже не задумываясь. И никакого сбоя не происходит. Нету абсурда. Так на самом деле нет. Нет, надо подвести. Понимаешь, что это и дело? Что это как бы, чтобы сбой не может произойти так вот, он должен незаметно как бы, а потом раз так и сбой. Все, ну, как анекдот обычно. Он логично, логично, логично развивается. Понимаешь, ты веришь в происходящее, тебе оно понятно. Вот там муж уехал в командировку, вот он позвонил. Все логично, понимаешь. И вдруг раз, и как бы какой-то абсурд там. С изюминами, значит, смещается там камера, да, вот. И ты видишь ситуацию совершенно с другой стороны. Как все эти шоу там, телешоу, городок там какой-то. Я считаю, что смех необязательная вещь, а ты считаешь, что он обязательно. В этом родится. Не, ну, может не. Может абсурд сопровождаться смехом, но может не сопровождаться. Может сопровождаться смехом, может сопровождаться удивлением, да. Философия начинается с наявления. Это такой, как бы, это терапевтический абсурд. Это как бы не все же мироздание. Нет, позже, но можно я договорю, договорю. Вот, что это такой терапевтический абсурд. Потому что бывает такой абсурд, который как бы обрушивается сразу все мироздание. Вот. Ну приведи, International. Ну, как бы, я не знаю, смерть близких. Смерть близких, еще что-нибудь там. И ты начинаешь рожать, умер с семьи. Ну, в нем приведи, ты смеяться, надо. Еще раз, еще раз. Бывает абсурд, который обрушивает все мироздание, это не смешно А это теоретический абсурд Он как бы Маленькое такое короткое замыкание Происходит, которое Как бы не нарушает Целостность мира, но при этом Его как бы где-то вот как-то чуть-чуть Расшатывает, освобождает Вот в каком-то месте На какое-то мгновение Как бы вот это вот Ну не знаю Вот это единое полотно дискурса Если хочешь там как-то говорить как француз Некий вот этот логос Непрерывный Она в нем как бы маленькую трещинку создает Или там не знаю А если слушать Киркегора вот ужас Всякого рода Ностальгия Как если слушать Хадигера Это ничего не выбивает И точно так же в этом логосе Непрерывном никакого там зазора не создает Это уже такие большие трещины Это уже разломы просто Я просто поэтому и не вижу специфики конкретно Потому что они не диабетические Невозможно как бы Понимаешь Условно говоря Смех это Как бы Это здоровый человек может Понимаешь Смеяться И по чуть-чуть как бы Этот абсурд употреблять Но потребишь много Все как бы станешь больным Вот Экзистенциальным Для того чтобы на эту тему зайти Просто с другой стороны Надо немножко назад отступить По поводу того Что такое эмоция Немножко там Ну может это может занудно будет Но это необходимо Просто эмоции вообще Изначально возникло Биологически И существует Для того чтобы реагировать На ситуацию мгновенно Вот Если допустим Мы бы реагировали на ситуацию Размышляя Вот возникла какая-то Ситуация резкая Надо как-то резко поступить Что-то сделать Если ты будешь сидеть Размышлять У тебя Просто Ты цепь ноте И ты не успеешь Как правильно среагировать Эмоции Это такая реакция Которая Совершается моментально И более того Она всегда Может ты за рефлексом путаешь Сейчас я объясню Она всегда сопровождается Определенного рода Этими Выбросом Гормонов Адреналина И прочего В организме Может за рефлекс Все-таки Сейчас я объясню Сколько уже можно повторить Сейчас уже объясню Все эмоции наши Эмоции страха Эмоции Радости Эмоции Сомнений И прочее Все такие эмоции На самом деле Все они связаны с тем Что мы реагируем на ситуацию Непосредственно И сразу Быстро Сколько это требуется На самом деле Когда человек Все-таки научился Размышлять Все эти эмоции Ему в меньшей степени Стали нужны Но тем не менее Они остались И смех Да Одна из таких эмоций Которые Как бы Ты реагируешь На ситуацию Сразу Но просто Ты можешь Отреагировать На ситуацию Сразу Просто смехом И тем самым Показать свое отношение К этой ситуации А можешь потом Взять и высказать И попытаться В какой-то диалоге И сформулировать Что-то Что-то конкретно Тебе там Либо не нравится Либо что тебе кажется Абсурдно Понимаешь То есть Фактически Смех Это то Что ты определяешь Как смех Это просто способ Быстро Отреагировать На ситуацию Понимаешь Возник абсурд И быстро На нее Отреагировать Отработать Сразу Без всяких Слов Без всяких Размышлений Без всякого Приведения Доводов И прочее Почему Важна Такая Быстрая Эмоция Она важна Для того Чтобы Например Люди Могли Во-первых Для одного Человека Это важно Оно связано С выбросом Веществ В организм Это ладно Сейчас у нас Таких ситуаций Не бывает Таких экстренных Где такое требуется Сейчас Это связано С тем Что если Ты допустим Толпой Реагируешь Одинаково То вы Как бы В этом Смехе Объединяетесь Эмоции Допустим Смешной Сказал И вся толпа Засмелялась И вы Как бы В этом Объединились Если бы Каждый Начал Высказывать Сколько времени Прошло бы Чтобы объединиться Сначала Сказал Я вот На это Рассмотрю Так Потому-то Потому-то Другой Я тебя Поддерживаю Когда Анекдоты Рассказывают Что там Можно Рассматривать Что там Можно Думать И По поводу Чего Там Можно Объединять Еще раз Объясняю Что Суть Вопроса Стоит В том Что Мы Должны Как-то Себя Выражать И Вот Рассказали Анекдоты Можно По поводу Этого Задержать Свой Смех И Попытаться Выяснять Что Означает Что Там И так Далее Прочее Мораль Какую-то Вывести И прочее Обсуждать Точно Так же Как Любое Стихотворение Можно Обсуждать А можно Просто Непосредственно Отреагировать Посмеяться В этом Состоит Суть Что Смех Это Концентрированная Форма Выражение Чего-либо Точно Так же Как И слезы И Сомнения И Ностальгия Тревога Это Концентрированное Выражение Некое Определенного Рода Умонастроение Которое Не требует Слов Можно Все это Развернуть Слова Иррациональный Человек Например Который Умеет Себя Сдерживать Или Вообще Находится В невозмутимом Состоянии Как Учили Историки В невозмутимом Состоянии Находишься Что И ты каждому Относишься Рационально Понимаешь С тобой случилось Ты это Обсудил И понял Ты все Понимаешь Свети же Не надо Ничего Понимаешь В том-то и проблема В том-то и проблема Если тебе рассказали Анекдот А ты не смеешься Значит Ну Либо Как бы Это плохой анекдот Ну Бывают же И плохие Бывают и хорошие Вот если тебе рассказали Хороший анекдот А ты не смеешься Это значит Не то Что ты рациональный Значит Ты его не понял Потому что Понять анекдоты Это не значит Понять Все слова Это значит Рассмеяться Вот нет Другого Способа Понять анекдот Как увидеть Что там Есть смешного И как бы И Ну это из разряда Что есть Общественно Общественно Приличные поступки Да нет Это не из этого разряда Это из разряда Понимания Вот ты говоришь Процент Я нахожу Я нахожу Ситуации Рассказы Анекдоты Я должен Среагировать Смехом Да нет Да даже Не в ситуации Вот у тебя книжка Вот в руках Не знаю С анекдотами Ну а тебе не смешно Не смешно А другим смешно Вообще проблема Тебе смешно Так это значит Ты не понимаешь Это А допустим Я понимаю Все И мне все равно Не смешно Ну так бывает Ну как не бывает Я смотрю передачу Идиотскую передачу По телевизору Всем смешно Там в зале А мне не смешно Нет Еще раз Я все понимаю Так же как они Давай как бы Не будем говорить Про то что бывает Глупый юмор Какой глупый Ну толпа смеется Значит это не глупый юмор Нет Почему Это глупый может быть Юмор Там Петрося Там еще что-то Но есть хорошие неудоты Есть хороший юмор Есть хорошие шутки Вот когда тебе не смешно От хороших шуток Значит ты не понял Не понял так Как они должны быть Я еще раз объясняю Ну понимаешь Но это все равно Что Нет Для того чтобы Объяснить мою позицию Надо просто удалиться От конкретно смеха Взять какую-нибудь другую эмоцию Понимаешь Если рассказывают Грустную историю Я не всплакнул Значит я не понял истории Это же глупо звучит Глупо звучит Самая ситуация Ну а как Ну не всплакнул я Причина всплакнул Я не всплакнул Нет И что Тут немножко не об этом Лечь Но смысл близок Смысл в том Что понимание Как бы Оно состоит не только в том Чтобы понять Какой-то там смысл Да А понимание Это и какое-то действие Я не знаю Правильно Есть действие Непосредственное Быстрая эмоция А есть действие Как бы Которое можно выразить Там какой-то речи Но речь долго произносить Если стоит Сидит толпа народа Ну не будешь по кругу Там толпа народа Высказывать речь Хотя на самом деле Если это философские формы То надо высказывать Каждый должен в речи высказывать А не так что Игорь вышел Рассказал анекдот Мы все посмеяли Записали на видео И выложили Ребята Смотрите какие мы умные Это потом Философские анекдоты Мы должны все хи-хи-ха-ха Типа руки пожали Там 5 секунд прошло Записали И народ типа Веселитесь Веселись страна Мы умные люди У тебя так получается Так в том состоит ум Что на самом деле Мы конечно можем Отреагировать смехом Но за смехом Следует Следующая ситуация Мы должны понять ситуацию И высказать ее Проработать в речи Ты что прорабатывать-то? Нет Если это анекдот Анекдот не требует проработки Но часто же бывает Что мы смеемся на тем Что как бы И требует проработки Иначе говоря Смех это просто Непосредственная реакция На что-то А не только смех Смех, слезы, тоска Это непосредственная реакция Я понял тебя Вот когда есть Какая-то жизненная ситуация Ты прав совершенно Кажется Я бы сказал так Кажется, что ты прав Потому что можно Отреагировать и так И по-другому Но когда мы видим Что есть совершенно Специфические вещи Как анекдоты На которые по-другому Никак не отреагировать Их невозможно Как-то по-другому Есть штампы Нет, ну а как? Вот представьте Созданы специальные вещи Для того, чтобы было смешно Вот И никакой другой функции у них нет У них нет даже морали У них нет как бы Никакой там Не знаю Содержать Мне рассказывают какой-то текст И я принужден Поскольку это анекдот Поскольку кругом все народ ржет Я тоже должен ржать Ну не буду я Я не хочу Да не ржи Я больше в свободе Когда толпа ржет А я не ржу Понимаешь? Когда я все понимаю Понимаешь? Мне кажется Тут больше свободы Чем это вместе с толпой Написано в выписке Анекдот Откуда толпа? Ну допустим Допустим толпа Книжка у тебя Никто рядом нет Никто не знает Я не смеюсь Я не смеюсь А я плачу Например Знаешь что это? Бывает такое Мне например От того что там народ ржет Мне например Горисон Наоборот Так всю жизнь Они проржут Сидят только ржут Ржут нам всем Потому что Что не произойдет Все ржут Палец показывает Это терапия Терапия Да Вот у них вся жизнь А потом в конце смерти Они бегут там По всем монастырям По всем этим Священникам Нет Это Боятся смерти Ну так бы Ржали Что умирают И ржали бы Как раз нет Понимаешь Они всю жизнь ржут А когда приходят Серьезные Они потом вдруг вспоминают Что оказывается Бог есть Да что очень плохо Третья десятая И много что надо Оказывается Было еще Кроме этого Смеха Существует еще много Других всякого рода Этих переживаний Наверное Богатство должно быть Переживание Кроме смеха Существует очень много Всего Да И все это богатство Умещайте там В какую-то одну эмоцию И почему я должен Оторжать Я не понимаю Я не говорю Что это иногда Я не смеюсь Точно так же Как и многие Смеюсь А бывает Не смеюсь Я не вижу Просто что Как-то понимание Зависит от этого Скорее Мое отношение К этому зависит И это просто Смех Это способ Быстро к чему-то Отнести Нет Просто невозможно Читать анекдот Как содержательную мысль Вот так Как ты читаешь Допустим У тебя книга с анекдотами Вот книга философская А что такое Кан 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 часто это анекдот И что Люди сидят И его зачем-то читают Часто это анекдот Тут Мы как-то У нас Более того Есть анекдоты философские Нет Ну это Например Какие-то афоризмы У них Часто они Не анекдотичного характера Тоже такой Какой-то анекдотик Расскажут И надо то ли смеяться То ли там Размышлять Непонятно Что делать И часто вообще Анекдоты бывают такие Что просто непонятно Что делать Ну ладно Я-то на самом деле Не к этому Мы немного скатились Вообще Есть же модусы Я хотел как бы Просто апеллировать Неким модусом Да Смех А мы как бы Зациклились На том Что вроде Смех однородный Смех ведь неоднородный И однородность Его зависит Как раз Не от объекта Да От нашего отношения Вот наше отношение Оно характеризует смех И когда Есть злорадство Никак не зависит От того Объект какой-нибудь Любой объект По поводу любого объекта Может быть злорадство И даже Может быть злорадство По поводу Самых замечательных событий Поэтому Поэтому как бы Скорее во всех модусах Смеха И радости Проявляется Наше отношение Злорадство Злорадство Это как бы Я не видел смеха Злорадного Кроме как Вот именно смеха Кроме как Вот этих там Злодеев Которые Радоваться Чему-то Да Но он Как правило Не проявляет Не проявляет Этого Но смеха Злорадного Я вот не встречал Ну ладно Как бы Просто Мне кажется Что это не имеет отношения К смеху И радость Это тоже не смех Улыбка Это тоже не смех Не смех Нет А я считал Потому что улыбка Как бы там Там нет никакого абсурда Когда ты улыбаешь Вот ребенок Допустим Красивый И ты улыбаешь Мне больше всего Прикалы Сначала ты придумал Определение К смеху А теперь будешь С этим критерием Как бы Определять Что смех А что не смех Так улыбка Это не смех А как же Ты не налоги Мы сначала Должны исследовать Многообразие Улыбка Это не смех Почему Урадость Улыбки Это не разная Степень смеха Нет Нет Абсолютно разные вещи В том-то и дело Интересно И в обратную сторону Печаль Грусть Тоска Это не разная степень Одна и того же Чувствовать Я бы сказал Печаль И слезы Как бы Может быть Это можно было Похоже Улыбка Нет Мне просто казалось Что как бы Условно говоря Есть положительные эмоции В одну сторону А есть как бы Смех Она как бы Даже не положительная Она нейтральная В том-то и дело Что Радость Как бы Радость положительная А смех Что такое смех Ну не знаю Это как бы Смех Это как экстаз Понимаешь Вот в чем дело Смех Вот Это как Как экстаз Как оргазм Не знаю Смех Это ситуация Когда ты выходишь Из себя У тебя личное Понимание Смех Ну Боже мой Это классическое Понимание Ну И твое личное Понимание Стало А еще и Классическим Ну конечно Все французы Пишут Про то что Смех Это то же самое Что экстаз Абсолютно Нет Я просто Всегда Больше всего Меня раздражает Те кто занимался В таких вещах Что Всегда Все дело Свойство К определению Конечно же Все надо Все свойство К определению Ну если определить Смех как не будет Как есть какой-то Другой критерий То конечно же Можно и так Определить Можно смех Приравнять Смех равно Экстаз Это определение Ну и конечно Это так просто Я так не чувствую Я не чувствую Что смех Это экстаз Вот и все Это же немножко Как бы так сказать Я не смеялся никогда И экстаз Никогда у меня не было Смех это не экстаз Это совершенно разные вещи И вообще Как бы приравнивать Смех к экстазу Ну абсурд Вот это есть Это экстаз Это экстаз Экстаз может быть Точно так же И от грусти И от тоски И от всего чего угодно Поэтому это и не является Смехом никак Экстаз смысле Экстаз может быть Просто от нуля Понимаешь Без всякого Им без всякой эмоции Просто нол и все И тем не менее экстаз но не окрашена эмоциональность просто в состоянии иксас потому что это на состоянии а смех это мыслей мысль для себя мысль в абсурде находится мысль но это ты определил так я и не сказал что твое определение не является интересным но как бы она не полная мне кажется твое определение ты нельзя этим определению теперь козырять и считать что это критерий смеха любого почему это не я бы сказал так вот детский смех вот есть дети знаешь там смеются вот это наверно что-то другое хотя мы не знаем когда там ребенок там ха 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 и вот у нас было тоже когда я тоже был маленький мы на ужин очень много съедим нас накормят плотно и мы сидим там с братом и вдруг нас начинает пробирать смехом просто смотрим друг на друга и ржем и так это продолжается на протяжении 5 минут подряд мы не можем успокоиться смеемся ну что это такое никакой там даже ни анекдота немысли вообще нет ничего не было сказано предмета нет вот это я не знаю что такое но может быть это чистая физиология уже не знаю просто 10 надо провести мне кажется грань между состояниями и эмоции эмоции быстро вырабатывается состоянии может долго существует то есть допустим печалью как бы скорее наверно состояние смех это скорее эмоции энергетически затратно сразу прорабатывается быстро радость допустим все-таки состояние чем отличается радость от смеха радость печаль да это два разных состояния один там скорее плюс а другой скорее минус с другой стороны есть смех да но если это обычно противостоять слезы как бы так слезы тоже быстро прорабатывать и раз быстро эмоцию выработал и все то есть быстрые эмоции да есть как бы радости но это амбивалентная эмоция бывает на амбивалентной эмоции то есть когда состояние противоречит эмоции то есть например ты находишься в состоянии печали набор состоянии радости возникает эмоции отрицательные или как это объяснить ну вообще говоря да здесь сидит материя на самом деле тонкая это зависит тут тоже очень очень много всякого рода случаев потому что здесь невозможно я думаю как в этом философии какими-то общими понятиями перед каждый раз надо рассматривать отдельные случаи действительно бывают разные и эмоции разные бывают и состояние бывают разные и прочее тут одно на нахлоне потом другое как-то там сталкивается меняется там переходит одна в другую там не все так просто здесь здесь это философия любит а вот так вот разграничить там одно другое определение привести и прочее но я-то видишь еще как бы ну да допустим я поступаю жестоко что даю определение смеху из этого определения пытаюсь все как вывести внутри это еще более философских подходишь ты пытаешься все как бы не только эмоции но и переживание классифицировать построить общую схему сначала не пытаешься чтобы смех нашел там свое место среди против среди ряда и оттуда как бы его нет я просто пытался как бы горизонт очертить так вот как мы пока не как феноменологи должна действовать по идее она же не может же просто усматривать так вот глаза открыть и как бы сразу все ясно не становится она должна какие-то придумывать схемы пробрасывать их смотреть что получается и менять эти схемы как кубик рубика собирать не такой вот так сяк ну допустим чем сопровождается ситуация например есть различие между состояниями и и быстро быстро эмоции пробросил и похоже на правду проверил да вроде похоже на правду можно проклассифицировать это не следует что все как бы сразу улеглось потому что ты сам же говорит что бывает слезы радости это же странно опять же как они не ну нам не странно мы это знаем что такой опыт с точки зрения различия состояния эмоций что это вопрос в принципе состоит что тема с чем она хороша эта тема я же мы я же пытался заниматься там единичными смыслами на хорошо что как будто все таки здесь указывает на то куда может быть можно двинуться как раз в эмоциональной сфере существует видимо что такое единичное потому что невозможно здесь какими-то общими словами описать вот как ты пытаешься до какой-то критерий нашел типа и сразу стало все ясно здесь таких критерий наверно нет потому что эмоциональная сфера она такая специфическая более того мы это мы говорим слова якобы понятно что такое тоска там ностальгия и прочее а если вдуматься вот эти же все термины а это же скорее как бы некие интенсивности дорогие которые мы для того чтобы общаться коммуницировать до должны какие-то общие слова для описания определенного рода более-менее похожих как бы состояние там или эмоции там это то чтобы передать другому человеку и должны использовать на самом деле у каждого же они свои согласитесь насколько сложно да действительно понять что такое состояние печали и допустим чем он отличается состояние тоски и у каждого действительно это может быть по-своему а у кого-то может быть и различия этого нет а у кого-то там еще десять разных градаций и насколько при этом понятно и однозначно что такое смех вот состояние смешного да вот переживание вот это вот как что тебе становится смешно от чего-то вот тебе становится смешно я могу тебе сказать на самом деле вот что эти ты как раз произносишь интересную вещь многие допустим в тексте да это пишет какой-то письменный текст и говорит мы не смешно что вы пишете а что ему смешно я сам много раз это нельзя не что я сижу с обыкновенным лицом и мне ни черта не слышно это 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 как бы просто как бы фразеологизм то способ способ там за унизить собеседника и так далее вот и не надо просто что письменный какого-то своего рода не делается лишь что это вы врете тогда это вы как бы говорите некий штамп вот нет некую там фразу через смех какое-то действие да может быть он просто что но то что характеризует этот смех да что он выражает смысл самого смех он не просто сам смех просто но смысл что он как бы что может себе вкладывать он не просто вот чем разница только я пытаюсь разницы указать конечно же понятно что так же как и слезы дальше может быть многим таска и печаль понятно что иногда печаль может выражаться не просто стра разные смыслы причем совершенно как бы разные то есть человек впадает печали например 1 попадает печаль от того что он там с утра не покушал понимаешь а другой впадает печаль потому что жизнь не удалось. А третий счет, что это в печаль пометка. Потому что любимый бросил. И там не что-то в этом роде. Я уж как утрирую, конечно, разговор. Но в некотором отношении смысл может быть разный. Хотя эмоции одинаковые. То есть, состоятельность. Нет, вот забывай. Гигантский космический трубопровод. Почему это смешно? Почему? Пишет там Брачкова гигантский космический трубопровод. Не значит, энергия это... А Брачкова будет смешно. Тебе смешно, а Брачкова нет? Понятно, потому что он не видит здесь абсурда. Вот. Сочетание несочетаемого. Понимаешь? Есть понятие пародии. Устройство космоса, да? Нет, он это серьезно делает. Но мне смешно, потому что я вижу здесь сочетание трубопровода и устройства космоса. И это абсурдно и поэтому смешно. Еще раз. Мне кажется, что есть понятие пародии, которое тоже много обсуждается. Когда ты говоришь об абсурде, может быть, ты имеешь в виду, что есть какое-то капитальное различие. Капитальный какой-то несостыковка, то, что ты абсурдно называешь. Ну, да, может быть, да. То, что можно назвать пародией, да? То есть, как бы, то, что должно было бы у вас... Как возникает смех? Какой-то есть заведенный порядок, и вдруг он нарушился чем-нибудь. Ну да, да. Стул сломался, ты упал там, или там... Еще что-то случилось такое там. Ты, допустим, надеялся, что это случится, что-то произойдет, а оно не произошло там... Да, произошло что-то другое. Да, нарушенное ожидание. Да, нарушенное ожидание. Только ожидание, как бы, такое, ну, мыслительное, что ли, ожидание. То есть, твой ход мышления там... Это, ну, все-таки, я еще раз, это все-таки специфически определенного рода смех. Кроме этого, существует еще и другой смех. Понимаешь? Кроме вот этого нарушенного ожидания, существует еще другой смех. И можно его попытаться как-то эксплуатировать. Но есть какой-то смех радости, вот так говорю. Есть, в котором дети смеются, в котором, не знаю, там, влюбленные смеются. Это называется, знаешь, как это... Это называется... Вот есть смех, который, как бы, вот... Вот как вот я тогда говорил, что я смеюсь, там, да, что вы пишете, да? Что вот есть смех, который пытается другому что-то, как бы, внушить, да, вот... У которого есть некое намерение. Нет, нет, подожди, ты начинаешь глупости говорить? Нет. Ну как? Ну как, ну когда ты смеешься над шуткой или над абсурдом? Хорошо, у тебя смех только над шуткой. А над другим человеком посмеяться нельзя. Над другим человеком. Ну, издевательский смех не бывает, и поиздеваться на других человек. Нет, ты можешь... Каламбур, допустим, там, или там, это игла какая-нибудь, да? Кому-то что-то такое сказать, на самом деле, вроде как, всем понятно, всем смешно. Нет, нет, дадим, тут... Почему ты шутишь над ним? Это другой вопрос. Нет, еще раз, смех начал другим. Вот, вот так вот над ним ты шутишь. А смеешься ты над шуткой, которую сказал, и он может смеяться, и кто-то другой может смеяться, потому что она смешная. Не потому что, как бы, человека хотят обидеть, а потому что... Понятно, что ты говоришь, ты просто не понимаешь, к чему я клоню так. Я клоню к тому, что дети смеются. И их смех является добрым в том смысле, что они не над кем-то смеются, а они просто смеются. В этом разница, почему-то, говорят, детский смех, он, как это говорят, не наивный, говорят, а как бы вот такой. У него нет намерения. Вот никогда не замечал, идешь в ему, а кто-то взял там, хихи какая, просмеялся там. Понимаешь, тебе как бы это там внутренне дернуло, да? Может, это над тобой смеются, может, у тебя там шеерик, условно говоря, расстегнутый, или шнурок развязался, или шапка на бикрине. Ну, как-то пуск очень, понимаешь? Почему пусто? Один математик, не знаю, шутит про топологические пространства и другому смешно. Ну, а почему всегда над объектами-то сушит? Нет, нет, нет. Почему над объектами-то шутит? А почему над людьми? А почему над людьми? Я говорю тебе другой пример. Так, а я тебе другой. Я в согласии, что ты сказал, твой пример принимается. Есть еще другой пример. А у них это детский смех, не детский. То есть детский смех, это смех как бы без причины, смех ненамеренный, неизлобивый смех. Вот без причины, я согласен, это хороший пример. А есть смех причины, есть смех с намерением. Поэтому это различие детского смеха и взрослого. Взрослый может смехаться. Надо смехаться, он может. Понимаешь? Нет, ну это... Этику какую-то притаскиваешь, не нужно. Причем с этику? Я пытаюсь эту феноменологию. Причем с этика-то вообще? Я тебе пытаюсь понять. Ты не важно совершенно... Потому что совершенно не важно, над чем-то ты смеешься или над кем. Я намеренно специально смеюсь, чтобы другого уколоть. Намеренно смеяться. Ну ты не можешь, а я могу. Ну это разный опыт, значит, можно изображать смех. Как изображать смех? Я намеренно могу смеяться сколько хочешь. Издевательский смех это называется. Ну как? Ну покажи мне. Вот сейчас намеренно посмейся. Ну вот человек отсутствует. Почему думаешь отсутствует? Это что-то там обиделся, понимаешь? Ну вот ты не намеренный смех. Где он? Нет, я условно говорю. Смеяться можно еще раз, только если смешно, понимаешь? Я имею в виду, что легко уколоть там. Даже просто маленьким смешком. Ну нет, можно там сказать что-нибудь... Ну подхихикнуть сказать. Вот там это... Почему плохое-то? Не обязательно плохое сказать. Можно даже доброе сказать. Но для человека это будет обидно. Ты увидел, как какой-нибудь... Пошутить можно. Созлить намерением. И пошутить можно с добрым намерением. А вот смеешься ты уже, еще раз, смеешься ты над шуткой. Не важно с каким намерением и кем она была отлучена. Еще раз, в этом состоит разница. Я же сказал, что смех на самом деле не определяет ничего. Смех определяет только отношения. И внутрь этого отношения могут вторгаться наши намерения. Мы можем смеяться с намерением. Ну смотри. Можем непосредственно, где по-детски. Вот допустим, ты хочешь уколоть человека. Ты же не обязательно подшучиваешь над ним. Ты можешь просто сказать про него какую-нибудь гадость. Вот. Могу сказать. Разница есть? Есть разница. А в чем разница? В том, что если искал гадость, ты просто искал гадость. А если искал смешное, то над этим смешным смеются. Понимаешь? В этом разница. Согласен. Только на самом деле это способ, каким я уколоть могу другой человек. Я могу ему прямо сказать. А за это могут вызвать надуи. А могу просто пошутить как бы вообще ни о чем. Могут вызвать, могут не вызвать. Нет, подожди. А могу просто пошутить ни о чем. И пойди тот человек пойми. То ли над ним смеются, то ли это шутка. Понимаешь? Это просто способ, каким способом я могу уколоть другой человека. Я просто вкладываю смех. Один из способов. Шутку вкладываю намерение. Еще раз. Но смех не забывал становится к другим. И к самому смеху это отношение не имеет. Потому что это всего лишь один из способов уколоть. Вот и все. Можно все, что угодно. Можно уколоть вилкой. Ты же не будешь говорить, что есть вилки, которыми уколывают людей, а есть просто вилки, которыми едят. Вот что ты сейчас говоришь. Что-то ты не понял. А, вилки. Хорошо. А дети? Это просто вилки. А дети? А дети, они интересны тем, что они вообще без шутки смеются. Без шутку не рассказывают. Нет, дело не в этом. Что они смеются без причины не в плане того, что они как бы ни над кем не смеются. А они просто смеются, радуются жизни действительно. Проблема не состоит в том, что у тебя смех связан с объектами. То есть с какими-то там сказками, баснями и прочими. Я же тебе говорю, что это с анекдотами связано. Смех не связан с объектами. Хотя и может быть связан. Понимаешь? Смех это некое внутреннее отношение. Это некая быстро прорабатываемая эмоция. Она может быть просто. Эмоция есть у тебя, у детей много энергии. И они просто смеются, потому что у них радостное состояние, но постоянно прорабатывается бурными эмоциями. Смехи. И все. Понимаешь? А потом эмоция может быть содержательна. Она может связана быть с шуткой. А может быть не связана. Понимаешь? А может быть она связана с намерением. Иначе говоря, вот есть эмоция, есть состояние. Они могут связываться. Поскольку мы люди, и мы на самом деле, у нас многообразие жизни, оно сложное. Мы можем этот смех, который представляет собой изначально эмоцию, и в этом мы с тобой солидарны. Она может быть иметь различные оттенки. Вот оттенки смеха в чем состоят? В том, что они связаны с различными ситуациями, с различными намерениями, отсутствием намерениями и прочее. С содержанием, отсутствием содержания и прочее. Мне кажется, так надо понимать. То есть есть просто эмоции. Она, конечно, сама по себе эмоция, эмоция. Что там? А есть как бы эмоции, привязанные, допустим, к объекту, допустим, или там, к анекдоту. И эмоции привязаны к человеку. Человек просто смешон. Ты приходишь, не надо ничего говорить. Человек одет там на бикрень. Он выходит, эти какие-то бабки там, эти, на сцену. Да, и это, мужики переодеты, бабок там. И всем смешно. Никто ничего не произнесло. Просто ряженое выходит, всем смешно. Чего тут смешного-то? Ничего не сказано, никаких шуток, ничего нет. Просто всем смешно. Понимаешь, тут я говорю, что это может... Ну, это тоже, как бы, своего рода абсурд маленький. Да, я понимаю. И картинки бывают такие. Я понимаю. Так вот, имею в виду, что смех, который возникает, как своего рода нестыковка какая-то, да, как бы, она может иметь и разлить это, и может в нашей жизни человеческой приобретать оттенки, связанные с тем, что мы можем этому свеху управлять, мы можем предавать ему намеренность, а можем, да, не предавать намеренность, мы можем смеяться над кем-нибудь, а можем не смеяться над кем-нибудь. Может быть, просто детский смех, может быть, просто смех, как бы, добрый, да, а может быть, злой, понимаешь, там, и это связано с нашим намерением. Мне кажется, что смех окрашивается нашими ситуациями и намеренностью, что это важная составляющая эмоций. Что мы эмоциями можем управлять, мы можем с помощью эмоций выражать нечто определенное, без слов. Я так не делаю. Меня просто смеют нахлопомет. Для мне, например, более понятно смехаться, чем просто ржать над анадопи. Мне никогда это не смешно. Но я объясняю. Допустим, мы ведем семинары. Мы можем подшучивать над Богом, подколки, какие-то богокульные шутки высказывать. Я же это делаю не потому, что я хочу посмеяться над Богом, или еще над чем-то, или над вами. У тебя намерения нет. Дело не в этом. А у какого-нибудь богохульника намерение есть конкретное? Например, у него конкретное намерение. Он будет издеваться над тобой, надо мной, будет издеваться, сидят тут два дурачка и ерундой занимаются. Допустим. Такое может быть. И часто это какую-то улыбку или смеху, это всегда бывает недоброе у многих. И может быть, кто сейчас видео смотрит, тоже сидит и прикалываетесь на доме, понимаешь, рассуждающими. Вот. Просто бывают смешные шутки. Вот она, допустим, рождается в тебе, я не знаю, там абсурд какой-то рождается в тебе. Ну ты совсем не можешь все высказать. Мы же согласились, что это так. Действительно, когда резкая смена ситуации, резкий поворот возникает, но не обязательно возникает смех, может возникнуть ужас. Знаешь, там. Ну, может. Может возникнуть страх. Ты говоришь, насколько масштабно и радикально. Если там все вдруг резко сменилось, то, наверное, ну, уже сдадут. Еще раз, мне кажется, все-таки эмоции надо понимать как нечто субъективное. То есть, это способ, это быстрый способ отношения к чему-либо. Где ты либо в биологическом отношении... Ну, не нравится. Не нравится это. ...связанный просто с тем, что так устроена просто жизнь, что если ты быстро не отреагируешь, что как было, ну и все, значит. Все посмеялись, объединились. Понимаешь, одни посмеялись, другие не посмеялись. Ну, значит, это смеялись в одиночку-то. Понимаешь? Еще раз говорю, это... Ты сводишь это как будто это все для коллективного. Нет, почему? Когда ты можешь быстро реагировать, а ситуация только с тобой происходит, и ты можешь смеяться, потому что, ну, как бы, как ты правильно говоришь, что возникла некая абсурдная ситуация. Почему обязательно пользуются? Ну, ты что нет. Я же говорю, что у человека эмоция, в отличие от белого рома, еще раз, это биолог... Я сказал, что это не определение, я сказал, как она возникает, зачем вообще эмоция биологически существует. Ну, у нас, у людей, она приобретает человеческие черты, естественно. Нам уже не нужна такая эмоция, которая просто является быстрым способом реагирования. А так вот, конечно, негр пришел, никогда негра не видел, давай над ним ржать. Когда ты начинал говорить про эмоции, про быстро, мне вот это все очень не нравится. Но, как бы, я сейчас... Хотя я... Вот, ты и начинал говорить, я спрашивал, чем это быстрое прорабатывание, быстрая реакция отличается от инстинктов. Ты обещал это раскрыть, не раскрыл, раскрывай. Вот чем вот эти твои быстрые эмоции отличаются от этих рефлексов? Они же тоже быстрые. Вообще-то рефлексы, это рефлексы самого выживания, рефлексы... Нет, ну, как рефлексы, отдергиваешь, нет, 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 это ты говоришь про такие рефлексы. Вот, это, горячего коснулся, отдергнулся, вот тебе в гостере рефлексы. Что есть рефлексы, которые сразу весь организм организует. Эта эмоция, это такая организующая рефлекс, он, конечно, рефлекс, организующая рефлекс, он сразу весь организм организует. А когда ты просто отдергиваешь, ты отдергиваешь часть только своего организма. То есть, есть рефлексы локального характера, а есть рефлексы, которые мобилизуют весь организм. То есть такая даже реакция, как она называется, реакция ориентирования, что ли она называется. Ты резко хлопнуешь, понимаешь, ты сразу резко сориентируешься. Понимаешь, что сразу тяга. Я взимал этот момент. Мышцы сокращаются и проще. Понимаешь, есть как бы вот и рефлекс. Конечно же, в этом отношении он рефлексимен. То есть рефлективен. В смысле рефлексим. Ой, в смысле рефлексы. Но у человека все, что является биологически, также имеет еще и другое. Оно сразу приобретает еще человеческие черты. Все наши рефлексы окрашиваются в то, что мы все-таки ко всему относимся к человечеству. Я только об этом и говорил, что и корень эмоций имеет биологическое. Но у человека они становятся, они отчеловечиваются. И приобретают человеческие черты. Хорошо. А вот есть эмоции, да? А чем они отличаются от чувства? Состояние. А, это ты называешь состоянием. Да. Есть состояние, а они долгие. Как настроение? Я просто объясню, почему мне не нравится это слово патриотирование. Потому что я для себя всегда так патриотировал. Чувства это то, что ты переживаешь. А эмоция, ну обычно так, и другие люди тоже так говорят. А эмоция это то, что ты как бы изображаешь, демонстрируешь. То есть то, что не важно. Опять это разговаривать в словах. Нет, ну почему? Ты можешь, допустим, грусть не переживать, но грусть изображать. Эмоция грусти как бы таково воспроизводится. Самое главное, стараться не обсуждать слова. Ну, допустим, у тебя так лично, ну давай другие, придумай другие слова. Для того, чтобы выразить то, что хотим выразить. Есть бурное проживание чего-либо. Бурное. Оно энергетически очень затратное. Не можешь ты постоянно сидеть и ржать, ржать. Не ржать. Не про это. Это про различия как бы внутреннего и внешнего. Вот. Про то, что есть как бы переживаемое, а есть манифестируемое. Ну есть. Я же тебе сказал, что все становится ощеловеченным. Поскольку есть другие люди, и поскольку есть функция манифестации, в том числе и эмоции, еще окрашиваются и в этом. Действительно, эмоции становятся не только эмоцией, которые ты бурно проживаешь, а еще ты можешь эмоциями что-то демонстрировать и выражать. Ты эмоциями можешь более того... Это у них варанты, и ты их и демонстрироваешь. Одну и ту же эмоцию, допустим, смех, ты можешь... Сколько там времени? 10-15. Надо расставать рано. Сейчас я расскажу просто. Одну и ту же эмоцию, смех, ты можешь, я говорю, направить. Для того, чтобы у кого-то другого человека, можешь направить. Для того, чтобы поощрить другого человека, можешь просто порадоваться, безотносительно, как других людей. Можешь порадоваться в толпе руками помахать, так возбудить толпу. Понимаешь, чтобы и другие с тобой вместе радовались, и порадовались за то, что ты радоваешь, и прочее. Это из разряда, что можно делать с вилкой. Еще раз говорю, в наших руках человеческих все становится своего рода орудием. Все становится... Все и значит, что... Говорить про каждое орудие, что оно орудие, бессмысленно, если все становится орудием. Мы же говорили, о чем смысл жизни. Смысл состоит в жизни, чтобы овладеть собой, как бы, самому себя куда-то направить. В том числе и эмоции. Нет, куда? Ты овладеваешь собой, умом своим ты овладеваешь. Руками своими ты овладеваешь, надами своими ты овладеваешь. Эмоции своими ты овладеваешь. Когда надо, ты их сдерживаешь, когда не надо, ты их выплескиваешь. Ты всем овладеваешь. Для нас все теперь является инструментальным. Рука – это инструмент, понимаешь? Это продолжение руки, топор, инструмент. топор, который может рубить. Это инструмент. Голова у тебя инструмент. То, что теперь, если ты мыслишь головой, ты управляешь своим умом, это для тебя инструмент, чтобы деньги заработать, чтобы там установить порядок и прочее, прочее. Эмоция твоя, это инструмент. Понимаешь? Прояви эмоцию некорректно там, это, ну, полетишь с работы там, я не знаю, посадят тебя в тюрьму за оскорбление кого-нибудь и прочее. Всё становится инструментом, всё становится инструментом. Как можно эмоцию некорректно проявить? Ну как? Ну, прийти в храм Иначе будут богослужения, литургия, все серьезные стоят, а ты начнешь ржать здесь. И что? И еще. Ну, я не знаю. Разные могут события случиться. Одни вон пришли, потанцевали вон в храме и сидят в тюрьме. Это же не эмоция. Я не знаю, что это. Это действие. Они проявили, ну, они проявили действие, да, допустим, но, которое вызвало у других людей определенного рода эмоции. Просто относиться к смеху просто как к чему-то простому такому, мне кажется, в человеческом, это сцепление. Это неправильно. Смех точно так же очеловеченец. Он имеет биологические корни, но для человека становится человеческим. И все становится человеческим. Но, кстати, какие такие биологические корни он имеет? Я же еще раз сказал. Реакция, которая будет вниз. Когда никакое животное, вот животные все что угодно делают, да? Вот, все что угодно. Дизайн смеется. Ну, прям. Да, скалят зубы. Ну, они скалят зубы. Нет, это и есть смех. Это и есть начало смеха. На самом деле смеются даже собаки, по-моему. Ну, прям, да? Ну, я не знаю точно, как бы. Но обезьяны точно смеются. То, что они скалятся, как бы, да, и ничего не делают. И здесь считается, что это начало смеха. У этих обезьян. Причем они скалятся там, там ничего не делают при этом. Просто скалятся и все там там. Ну, может, рукавимашки, я не знаю. Надо это отдельно просто изучать. Ну, вообще говоря, все эти корни, корень всех эмоций, она в нашей биологической природе. Конкретно. И они имеют чисто приспособительный характер. Они подготавливают моментально, одним только движением, подготавливают весь организм, чему-нибудь. Причем, как бы, у нас там еще градации такие есть, да, эмоции, эмоции разно окрашенные. Вообще говоря, как бы, я думаю, что изначально есть одна эмоция. Эмоции быстро подготовлены. Еще раз, что-то и дело. Даже страх, он важен, да, сразу раз, и ты сразу подготовлен. Мышцы сразу раз, корпус, и внутренний адреналин тебе бросился кровь, ты уже готов бежать там, что-то там. Сердце начало быстро колотиться. Ты уже готов что-то как-то быстро реагировать. Ты еще не знаешь, что произошло. Ты просто испугался, просто так вот мелькнул что-то, понимаешь? Там тень какая-то или что-то еще там, звук какой-то странный. Ты уже готов к чему-нибудь. Эрганизм уже заранее приготовился бежать, преодолевать трудности, драться, воевать, там, все что угодно. Вот что такое на самом деле эмоции. Откуда ее корень? Ну, человек, мы живем комфортно, что нам на это бояться? Мы идем по улице, там, сзади машина едет, а нам не страшно. Мы знаем, что не задают, скорее всего. У нас это, поскольку эмоции есть, мы уже их применяем для другого. Разные, мы уже говорим, что одни дети еще не умеют им в полноте своей управлять. Они просто ржут, просто смеются от непосредственности. Действительно, им радостно, да, и радость быстро перелетает в эмоцию энергетическую, быстро прорабатывается смехи. А взрослые уже смеются, могут смеяться намеренно. Понимаешь, а вроде смеются над шуткой, а на самом деле укольнули человека косвенно. Продолжение следует...